Мыши на высокожировой диете родили сообразительное потомство. Биология и медицина 1941-37. 2019 сложность 2.5. Мыши на высокожировой диете родили сообразительное потомство. Ученые выяснили, что, если кормить беременных мышей кормом с высоким содержанием жиров, то когнитивные способности их потомства будут выше. Такие мышата быстрее учатся и лучше ориентируются в пространстве. Вместе с тем в их мозге исследователи обнаружили меньше ТАУ белка биомаркера нерадегенеративных заболеваний по сравнению с контрольной группой. При этом механизм влияния диеты матери на старение мозга потомства во время внутриутробного развития пока что не ясен, пишут ученые в журнале Aging Cell. Диету с большим содержанием жиров и повышенной калорийностью связывают с развитием целого спектра заболеваний, от ожирения до болезни печени и сердечно-сосудистой системы. Тем не менее, большинство этих исследований выполнено на взрослых животных и людях. О том же, как диета влияет на зародышевое развитие и последующую жизнь организма, известно гораздо меньше. Антонио Димеко и Доминика Пратика из Университета Темпл в Калифорнии кормили беременных мышей высокожировой диетой. За счет жиров она содержала на 42% больше калорий, чем обычный корм, которым кормили контрольную группу. Да и после беременности все самки также питались стандартной пищей. Мыши на обеих диетах успешно родили детей-нышей, их количество и жизнеспособность не различались. Как и следовало ожидать, мышата, которых выносили самки на высокожирной диете, были крупнее, но нарушение обмена веществ, которым часто сопровождается ожирение, у них не обнаружили. Клетки их органов также быстро захватывали глюкозу из крови, как и в контрольной группе. Когда потомству экспериментальных самок исполнилось полтора года в этом возрасте мыши начинают стареть и следователи проверили их когнитивные способности. Рабочая память у обеих групп мышей не отличалась. Зато в эксперименте с условно-рефлекторным замиранием мыши, которые получали много жиров в зародышевом периоде, проявили себя лучше. Они чаще распознавали тревожный стимул P. 0,05. В эксперименте с подводной невидимой платформой, водный тест Мориса, они в полтора раза чаще находили платформу и почти в два раза меньше времени проводили в ее поисках. Ученые предположили, что различия в когнитивных способностях могут быть вызваны тем, что у одной группы мозг стареет медленнее, чем у другой. Поэтому они измерили в мозге мыша от количества Тау-белка, который связан с ней ради генерации мышей, а у людей сопровождают многие возрастные заболевания, вроде болезни Эльцгеймера и Паркинсона. Оказалось, что у тех, чьих матерей кормили высокожирным кормом, Тау-белка в два раза меньше, и он менее склонен образовывать агрегаты, которые разрушают нервную ткань при ней ради генерации. Таким образом, исследователи продемонстрировали, что эффекты от воздействия внешней среды на зародыш сохраняются в течение всей его жизни. Кроме того, оказалось, что пища с высоким содержанием жиров, которую многие считают вредной, положительно влияет на развитие нервной системы. В некоторых предыдущих работах, однако, ученые обнаруживали противоположный эффект, но авторы статьи объясняют это расхождение тем, что их предшественники использовали более радикальный вид диеты с большим содержанием жира и калорийностью, дольше держали на ней самок и работали с линиями животных, которые были изначально предрасположены к ней ради генерации. Как именно высокожировая диета может быть связана с когнитивными способностями, пока непонятно. Авторы работы полагают, что нейроны, которые получают больше калорий, лучше защищены от апоптоза, по крайней мере, проапаптотических белков в нейронах экспериментальной группы они обнаружили меньше, чем в контроле. А пониженная смертность нервных клеток, по их мнению, может быть причиной того, что мозг мышей дольше сохраняет когнитивную молодость. Ранее ученые уже пробовали кормить беременных мышей высокожирной едой и обнаружили, что детей наши таких самок тянет к жирной еде и после рождения. Полина Аласева Субтитры создавал DimaTorzok